Добрый день! Сегодня Boxing и у нас куб 4х4 VUKOE MINI-M, то есть магнитная версия. Прежде чем открыть, вспомним предыдущую версию стандартной VUKOE размером 62 мм. Мой некогда основной куб, наверное, лучшая не магнитная четверка, которая только была. Всем она хороша, но мне она очень не понравилась. Я на ней собирал, все было нормально, но я не мог никак к ней привыкнуть и не было удовольствия от сборок. Собирал, ну, что вот, надо чем-то собирать. Не мог нормально ее никак настроить, возможно, не очень ровные руки, но не зашел мне в VUKOE. Совершенно. Ну, не говоря уже о том, что у нее легко флипаются уголки. Конечно, это редко случалось в сборках, но такое возможно. Поэтому, когда вышел ALUS UGTS, я его купил и нашел свой идеальный куб 4х4. Открутив там где-то 1300 сборок, я первый сломал и купил второй, и не жалею. Но анонсировали VUKOE MINI-M, магнитная версия, уменьшенный размер. Я с опаской отношусь к уменьшенным размерам таких вот кубиков небольших размеров, то есть трешки, четверки опасно. У меня достаточно крупные руки и маленькие кубы, это не мое самое любимое, что можно придумать. Но, покрутив четверку Thunder Club размером 60 миллиметров, я понял, что он вполне комфортный размер. И все-таки VUKOE MINI-M купил. Посмотрим. Когда она пришла, она здесь сразу встречает инструкцию. Кстати, инструкция, я ее даже не открывал. Инструкция. Такая самая начинающая. Когда ко мне приехал этот кубик, я простыл, был сильно не в голосе, и поэтому я его вскрыл. Записывать анбоксинг было как-то не с руки. Здесь была еще пленочка. Коробочка. Она немножко покоцанная, такая красивая. Ну, в традициях современных топовых кубов. Здесь магнитик. Я все искал, что будет что-то внутри, вот под этой пластиковой деталью, но там ничего нет. То есть, комплектация значительно уступает тому же АОСу GTS. Там всякие карточки, ключики, магнитики запасные были. Здесь в комплекте даже нет запасных магнитов. Возможно, это только у меня или компания MoFan. Думает, что их кубы настолько крутые, что им запасные магниты не потребуются. В чем же отличие от старой VU-QE? Во-первых, размер. 62 мм, 60 мм. Для большинства людей это очень удобный размер. Мне, ну, в принципе, тоже подходит. Учитывая, что АОСу GTS 2-я версия тоже будет 60 мм, по некоторой информации. То есть, на этот размер надо переходить. ГАН, четверка, 60 мм. Значит, все стремится именно к этому. Это модернизированный старый куб, в который добавили магниты, небольшие усовершенствования и праймари пластик внутри. Ну, вот эта вся сфера, она теперь из неокрашенного пластика. Ну и в центральных элементах, кажется. А нет. Гарж внутри есть неокрашенный пластик. Стал от этого лучше? Наверное, да. На кубике я открутил уже порядка 300 сборок, скажем так. И отношение к нему вполне такое позитивное. Я не скажу, что это божественный куб, что он сильно лучше, чем АОСу GTS. Но время у меня на нем практически такое же. Одно большое преимущество по сравнению с АОСу – это поразительный контроллер. То есть, все так хорошо и четко происходит. Ничего никуда не запланировано не перемещается. Но скорость чуть поменьше. Здесь можно безопасно все это делать, а мне ни разу ничего не злокапило. Это определенно плюс. Я не планировал хвалить этот куб. Просто пытаюсь объективно высказаться о своих ощущениях, то есть первых впечатлениях. Для полноценного обзора еще, конечно, мало сборок. Но первые впечатления какие-то вот такие. Смазывал смазкой мару. Да, помогает. Куб становится лучше. Оказывает некое влияние все-таки смазка. После 300 сборок я взял АОСу, покрутил и все-таки у меня злокапило. То есть, я настолько привык не контролировать куб, что АОСу злокапило в моих руках, хотя я достаточно аккуратный сборщик. До этого АОСу никогда у меня не локапило. То есть, больше контроля, чем в АОСу. Но скорости, мне кажется, чуть поменьше. Если у вас есть АОСу, для разнообразия можно, конечно, купить эвакуе. Либо вы сторонник старого эвакуе. Если оно вам нравится. Это продолжает его традиции. И кубик стал лучше. Лучше проверим, уголки флипаются ли. Флипаются, но, мне кажется, с большим трудом. Да, здесь полегче. За 300 сборок ничего ни разу не флипнулось. Давайте попробуем собрать. Вспомнить, как это было. Четверка у меня идет в районе где-то минуты с копейками. Саб-1 АВГ на соревнованиях пока до сих пор еще не сделал. Синглы, конечно, есть. Но все впереди. Надо, наверное, потренировать. Как вы, наверное, заметили, я в очередной раз взял Color. Предыдущий эвакуе на черном пластике. Ничего плохого не могу сказать про наклейки на этом кубике. Вот на старой эвакуешке. Они достаточно качественные. И здесь больше тысячи сборок. Все целое. Ну, конечно, я кручу аккуратно, но стрягу. И все такое. Пятерки меньше повезло там. Наклейки помельче. Но это здесь вроде целое. Но я решил переходить на Color. И, наверное, не зря. То есть, если есть возможность купить Color, я эту возможность использую. Color на цветах вполне приятный. Я тут заговорился, какие-то центры поломал. Ну да ладно. Так. Куб все прощает. Никаких лакапов. Все вроде хорошо. Так. Поехали дальше. Не самая удачная моя сборка, видимо. Ну и ладно. Мы видим, что я тут что-то заговорился и неправильно собрал крест. Делаем вид, что мы этого не видели. Быстро подчиним. На этапе 3х3 АОСУ, конечно, выигрывает. Выигрывает значительно. Ну, лично, по-моему, мнение. Здесь все-таки сильно отдает тандер-клапку. По ощущениям, вот, очень похоже. 6 см тут и 6 см здесь. Прям очень-очень. Я крутил тандер. Он, конечно, без магнитов. Но впечатления те же. Ну, это не особо плохо. Это, в принципе, неплохо. Это просто немного другой стиль вращения. Как мы видим, логотип для магнитной версии такой золотой. На первой версии. Ну, и на немагнитной версии, версии мини. Логотипчик черный. И он... Да, это наклейка. Приклеен. Кубик позволяет развивать достаточно неплохую скорость и прощает многие ошибки. Вот, сейчас я не аккуратно вращаю, но мне ничего не заклинило. Некоторые обзорщики считают этот куб лучшим 4х4. Я не берусь утверждать подобного. Он хороший. Он достойный для того, чтобы лидировать на рынке 4х4. Но... 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 АОС ГТСМ мне пока нравится больше. Выпустят вторую версию. Посмотрим, что там будет. Если такой же размер. Ган 4,60. Я крутил уже дважды. Покупать не стал. Первый раз он меня не впечатлил по сравнению с АОС. Потому что на тот момент у меня уже был... Второй раз крутил я на прошедших соревнованиях в Курске. А вот этот был еще очень странно настроен. И после выполнения Т-1 того же, залепнулся уголок на Ганне. Ну, не знаю. Не очень. Как бы и вот этот куб был для меня совершенно необязательным. Поскольку у меня уже есть четверка, которая меня вполне устраивает. Но поэкспериментировать за цены в УКУЕ и поэкспериментировать за вдвое большую цену у Ганна. Это вещи разные. То есть тут, если не понравится, я могу положить его на полочку и... И все. И не переживать. Ган будет уже как-то жалко. Читая, что он мне не сильно впечатляет. Может выпустить там какую-нибудь улучшенную версию. Не знаю, будет, не будет. Но пока четверка в Ганна я покупать не планирую. Не в ближайшее время. А это вполне достойный кубик. 4х4 в УКУЕ Мини. Мини М всегда мне что-то приходит на ум мини-мы. Из того самого фильма про злодеев. Не знаю почему, но мини-М мини-мы. В УКУЕ Мини. Именно магнитная версия. Вполне хороша. Не божественная, но хороша. То есть тройка лидеров. АОСУ ГТС М, ВУКУЕ Мини М и ГАН 460 М. Вот лидирующие четверки на данный момент. Мне пока все еще нравится АОСУ. Ну, на этом 300 сборок. Еще как минимум 700 я откручу. И возможно я поменяю свое мнение. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.